Я хотел первое слово предоставить Евгению Евгеньевичу Петрову. Вы руководите федеральным агентством, вы человек, который с энергией сейчас взялись за работу по возрождению геологии. И действительно, ваша позиция, ваши личные качества, конечно, очень важны в целом для развития геологии. Поэтому позвольте к вам первые вопросы. Насколько вы считаете, важно развивать геологию, нужно, ну и каким образом это можно сделать? Спасибо большое. С точки зрения, нужно ли развивать геологию, я здесь как уже человек эмоционально окрашен, потому что я всю свою жизнь посвятил геологии. Конечно, скажу, нужно, потому что геология стоит в основе всех цепочек, какой бы вид сырья, какую продукцию мы не взяли, мы всегда стоим в самом начале логистической цепочки. Что хочется сказать, отметить, наверное, три ключевых сегодня фактора. Если возьмем ключевой триумвират, в вершине возьмем необходимая ресурсная база, которая необходима для развития страны, то в нашей стране сегодня обеспеченность по большинству видов полезных аккаунтов очень большая. Но это не сегодняшний предмет дискуссии. И вторая вершина, если мы будем этот триумвират рассматривать, это, конечно, технологии, которые мы сегодня не то что обязаны развивать, мы их должны уже развивать по ряду видов направлений. Мы, конечно, видим очень высокую степень зависимости от западного программного обеспечения, от западной технологии. Но это не панацея, я больше чем уверен, что в перспективе трех лет у нас произойдет замещение на полностью российские технологии. И это мы уже видим, та реализация, которую осуществляет Минпромторг, то, что делается в Росгеологии, уже есть практические примеры, которые используются на производстве. И третье, самое ключевое, это, конечно, кадры. Потому что если у нас в стране не будет кадров, то есть у нас ресурсная база, есть у нас технологии, уже не имеет значения. И действительно, сегодня, наверное, впервые такая большая представительная площадка, где мы обсуждаем кадровый вопрос, сегодня сложилась очень крайне критическая ситуация с кадрами на рынке. Я сейчас не беру определенные виды полезных скопаемых, ситуация везде по-разному стоит. К сожалению, в ряде направлений мы наблюдаем полное вымирание профессий. Так как мы сегодня вынуждены заниматься в том числе фундаментальной наукой, геологией как фундаментальной наукой, по ряду направлений, как палеонтологи, стратиграфы, у нас практически, мы теряем, к сожалению, эту школу, она уходит в силу возраста очень уважаемых ученых. Мы видим, что нет смены, нет смены поколений. Это очень серьезная фундаментальная задача, потому что если мы потеряем фундаментальную геологию, то все отраслевые направления, они уже будут деградировать в очень краткой, среднесрочной перспективе. Что хочется сказать, что работа с кадрами, это очень долгосрочный период, в очень долгосрочном периоде очень сложная задача. В прошлом году на базе Роснедр мы инициировали программу по студенческой универсиаде. В следующем году пройдет Всероссийская студенческая универсиада по всех вузов геологических направленностей. Она будет проходить в Уфе, в Башкирии. Сегодня отдельно Светлана Яшина расскажет, как это делается. Поэтому всех участников приглашаю участвовать в этом мероприятии. Мы не просим какой-то финансовой поддержки, мы просим участвовать с точки зрения организации, идеологии проведения этих конкурсов. Потому что с чем мы сегодня сталкиваемся? Я сегодня очень много езжу по стране и везде посещаю либо университеты, либо институты, либо просто факультеты геологических специальностей. И, к сожалению, не буду называть эти вузы, учреждения. Когда заходишь в здание и пытаешься проецировать на того школьника последних классов, который заходит туда, конечно, первое ощущение, которое возникает, не дай бог мне здесь учиться. Потому что действительно многие учреждения сегодня в очень тяжелом с точки зрения финансо-материальной оценки состоянии. И та учебная программа, которая сегодня преподносится, она далеко не совсем соответствует тем требованиям, тем вызовам рынка, которые сегодня существуют. И что здесь хочется сказать? Что проблема, мы в нее очень глубоко погрузились, проблема настолько фундаментальная, что здесь помимо кадров нам еще необходимо заниматься и образовательным процессом, преподавательским составом. Сегодня в геологии произошло катастрофическое старение кадров, которые занимаются образованием студентов. И устарели программы, по которым идет образование. Я не беру фундаментальные науки, фундаментальные основы, их нужно преподносить. Однако реализация и практические занятия, они, ну, за рядом исключений в некоторых вузах, они соответствуют текущей практике. И здесь мы начали работу с компаниями, потому что во всех компаниях сегодня выстроена работа повышения квалификации внутреннего развития сотрудников. И мы обращаемся ко всем компаниям, открыто обращаемся, что просьба делиться с вузами этими наработками с точки зрения развития кадров внутри компании. С теми практическими примерами, с теми курсами, которые разработаны, чтобы студенты могли учиться на реальных примерах, на реальных практических материалах. Также мы начали очень плотную работу, чтобы вовлекать студентов непосредственно в производственные практики компании. Действительно, работа со студентом – это некоторая ответственность, это, ну, так грубо сказать, это некоторые риски, абузы для работодателя, потому что это не совсем квалифицированный еще, не созревший специалист. Однако, если студенты не будут на реальном производстве, то они никогда не поймут, чему лежит их душа. Я сейчас так очень абстрактно буду говорить, чтобы сформулировать свою идею. Что сегодня хочется, чтобы действительно на базе Роснедр, Росгеологии, чтобы сегодня вся общественность объединилась и действительно сфокусировалась на кадровом вопросе. Ведь, вот очень простой пример, в начале, ну, в середине года мы специально сделали рассылку по всем недропользователям, веерную рассылку по потребности кадрам, чтобы с Минобрана науки наладить эту работу. К большому сожалению, все компании массово практически ответили, что предложений нет, вопросов по развитию кадрового потенциала нет, что все вопросы внутри компании у них решены. Я специально обзвонил тех коллег, которые мне регулярно звонят, просят главного геолога туда, главного геолога сюда, спрашиваю, если вам так нужны специалисты, почему же вы сформулировали так ответ? Они говорят, ну, это линия HR, письмо пошло по той линии, соответственно, по той линии запроса нет. Поэтому здесь такой посыл ко всей общественности. Коллеги, нам действительно сегодня нужно объединиться с точки зрения формирования потребностей отрасли, кого мы выпускаем, в каких объемах. Ведь сейчас Евгений Гадович будет рассказывать, ведь ситуация на самом деле очень критическая, потому что при стопроцентном наборе на поток в лучшем случае до конца доходит 60-50%, а в отрасли остаются из этих выпускников еще только 30%. Поэтому то, что мы готовим огромное количество специалистов, это тысячи человек ежегодно, из них в отрасли остаются только десятки. Здесь вопрос, опять-таки, идет посыл к тому, кто образ геолога у современных школьников. Большинство людей, кто не связаны с геологией, когда начинаешь рассказывать, до сих пор существует образ, это некий косматый геолог, который ходит с ружьем по тайге, с рюкзаком, собирает какие-то камни, ну, больше такой некий романтический образ. Сегодня, к сожалению, современная молодежь, она объективно живет в других реалиях, в другой системе координат. И нужно показать, что геология, на самом деле, это одна из самых наукоемких технологий. Действительно, наши технологии, они сопоставимы с космическими технологиями. И те разработки, которые сегодня ведутся, это уникальные разработки, которые в том числе могут использоваться и в космической промышленности. Ведь не зря в Советском Союзе космическая промышленность и все, что было связано с геологией, особенно с глубоким бурением, они проводились практически на одних и тех же НИИ и на одних и тех же предприятиях. Поэтому, заканчивая свой тезис, коллеги, давайте объединимся, потому что ситуация настолько критическая, что через пять лет мы будем находиться не то чтобы в яме, к сожалению, мы в этой яме кадрового потенциала даже не будем видеть границ. И поэтому, неважно, какие мы сегодня усилия прикладываем к развитию ресурсной базы, к развитию технологий, к конечной себестоимости продукции, если некому будет на этом работать, то все наши усилия, к сожалению, сегодня пойдут прахом. Спасибо. Давайте похлопаем, Евгений Ильич. Мне кажется, знаете, всегда важно начинать, для того чтобы менять, надо начинать с оценки ситуации. И очень важна критическая оценка ситуации в компании, себя ли лично, компании в отрасли. И я считаю, что это тот важный момент, что Геннадий сейчас говорит о том, что действительно ситуация достаточно сложная. И он подчеркнул три. Это вопрос за дело. Это вопрос сейчас стоит как раз за дело. Мы сейчас только продолжали разговор прямо здесь по импортозависимым дефицитным металлам. Это вопрос технологий, действительно, здесь что уж греха таить. Надо много что наверстывать. И вопрос кадров. Но вопрос кадров мы еще много обсудим. У нас аж три ректора сегодня примут участие. И ректор Губкинского университета, и ректор МГРИ, и у нас сегодня ректор Томского государственного университета, подключен будет на онлайне. Мы это еще внимательно обсудим, я думаю. Это действительно вопрос вопросов. Потому что действительно очень проблема кадров, она сущностная. Сущностная. И у нас, правда, нет ни одного косматого геолога здесь. Но я надеюсь, они есть подключены по онлайну. Потому что это очень важно для того, чтобы наши сигналы доходили до разных совершенно регионов, разных предприятий. И вопрос, давайте объединимся. Мне кажется, очень важно здесь возможность сформировать платформу, на которой мы бы могли совместно, сейчас как мы формируем платформу, пойти, да, и ЦК. Хороший путь. Мы сегодня предложили по технологиям, и как раз Игорь Анатольевич нас поддерживает, да, по геологоразведке, чтобы мы стали центром именно по геологоразведке платформы. Сегодня мы пообсуждали с компаниями-производителями, к примеру, бурового оборудования. Сегодня уже мы с ними работаем, и мы решили тоже усилить работу в некоторых направлениях. Поэтому, я думаю, решение через платформы, да, наиболее правильное. Потому что тезис объединится, это очень правильно. И Евгений Галович еще в парах хотел обратиться. Потому что вы... Продолжение следует...